Перед нами обращение администрации исторической достопримечательности с просьбой следовать всем следующим указаниям. Соблюдать тишину и иметь соответствующий внешний вид. Об остальных указаниях я вам расскажу по пути. Мы приехали за 15 минут до открытия, поэтому совсем немного туристов. Нас и не только нас пустили на территорию, пожелав самого наилучшего. У находящихся на парковке машин должен быть выключен двигатель. Просьба поддерживать чистоту и не разводить огонь. Также не устанавливать палатки. В раздевалках можете сменить свою одежду на ту, в которой захотите погружаться. А также привести себя в надлежащий вид после погружения в реку Иордан. Летом открыто с 8 утра до 5 вечера, зимой с 8 утра до 6. Приехав раньше, мы никому не помешали и нам разрешили гулять на территории парка. Здесь также проводятся молитвенные церемонии, возможно, одну из которых мы увидим. И так, снова с вами я. Зовут меня Виктор с очередным обзором. И сегодня мы находимся с вами на реке Айаден. Чем знаменито это место? В нем, по одному из предсказаний, крестили Иисуса Христа. И почему одно из мест? Таких мест два. Какое из них настоящее, я не знаю. Но это одно из них. Мы можем видеть, что нас здесь охраняет израильская армия, солдаты. Это неотъемлемая часть. И почему они здесь нужны? Потому что второй берег этой реки, это уже Иордания. То есть, израильтяне или туристы, которые прибывшие в Израиль, могут находиться на этой территории, с этой стороны заходить в воду и пересекать с этой дневной этой реки запрещено. Соответственно, туристы или сами орданцы могут делать тот же самый обряд со своей стороны. У них свои беседки, у них свои лестницы, у них все свое. Соответственно, своя охрана. Вот такое вот тесное место, маленькое, уютное, но святое. Святое находится на израильской земле. На израильской, вторая половина этого места, на иорданской. Вот так. Течет куда река? В Мертвое море. Река Иордан впадает в Мертвое море. Течет откуда? С голландских высот. Весенняя погода, март, не жарко. Хотя мы с вами в пустыне. Прошли обильные дожди. Воздух вымыт от пыли. Тишина вокруг. Только птицы между собой общаются. Вода в реке очень холодная. Холодная. Дорогу сюда не сразу нашли. Немного заблудились. Встретив одну из армейских машин, мы солдатам объяснили, что ищем. И нам не отказали в помощи, и объяснили, как сюда добраться. Нельзя совершать обряд в купальниках, плавках или без одежды. Для этого есть специальная крестильная рубаха, которую можно приобрести здесь же, в сувенирном магазине на территории парка. Крестильная рубаха, в которую совершают обряд погружения, после погружения сушится и не стирается. Она считается освещенной. Вода в реке Иордан считается святой. Но она не питьевая. Вход в воду и нахождение в ней исключительно в отведенных для этого местах. Ну вот мы видим, что уже и туристы прибывают. Ну а что делать? Со всего мира едут к святым местам Израиля. Воды реки Иордан считаются святыми. Поэтому многие привозят с собой пустые бутылки, чтобы увезти с собой святую воду. Большинство людей приезжают с туристическими группами. И судя по нескольким огромным автостоянкам, можно только догадываться, какой популярностью пользуется это место. Это также видно и потому, насколько просторна сама территория парка. Как и предполагалось, мы видим, идут приготовления к молитвенной церемонии. Побудем еще немного, чтобы увидеть, как это происходит. За какое время и откуда можно сюда добраться? Находится место в получасе езды от Иерусалима, меньше часа от комплекса отелей на Мертвом море. 4-5 часов от Красного моря, полтора часа от Тель-Авива. В сувенирном магазине находятся в продаже иконы. Разнообразная символика парка. Масло оливковое, святая вода, святая земля, имеется в виду в сувенирном виде. Крестильные рубахи есть в ассортименте. Чисто белая, с изображением места погружения, ну или с крестом. Футболки, кепки, бижутерия ручной работы, украшения из более дорогих металлов. Ну и, конечно же, косметика Мертвого моря. Магнитики? Куда же без них? Многим людям можно позавидовать, что у их холодильников такие сильные двери. Я нескольких таких людей знаю лично. Нельзя пересекать заборы. Вокруг минные поля, которые обозначены большим количеством предупреждающих табличек. Где находится это место? Спускаясь по первой трассе в сторону Мертвого моря, проехав все магазины с цветочными горшками с левой стороны и верблюдами возле них, поворачиваем влево на дорогу номер 90, в сторону Бейчан. И уже через 9 километров поворачиваем направо и все время прямо. Добро пожаловать в Израиль! Добро пожаловать в Израиль!